Добрый день, уважаемые садоводы и огородники! Мы сегодня поговорим о очень интересных сортах сладкого перца. В моей коллекции около 50 сортов и сегодня я расскажу о своих самых любимых сортах. Наш перец номер один, сладкий перец, это перец под условным названием кулон. Мы его выращиваем в семье уже более 50 лет и он остается лидером. Несмотря на то, что выглядит он не особо крупным, вес у него достаточно такой значительный, от 175 до 220 грамм. Формой он как гашары, только с немного вытянутым носиком. Поэтому и название у него такое, название условное, именно кулон, похожий на кулончики. Это самый толстостенный перец, который я только в своей жизни видела. Толщина стенки более 1 сантиметра. Форма, как видите, бывает вот такая сердцевидная, красивая, очень он такой увесистый, очень красивый, мясной. Кустики просто все улеплены плодами, при этом они имеют совершенно небольшой размер. То есть кусты совсем такие крохотные, но все-все усыпаны вот такими вот прекрасными плодами. Также этот перчик достаточно, скажем так, мясной, но при этом он как бы не жидкий. То есть содержание влаги в нем умеренное и за счет этого он как раз является особо сладким. Многие говорят, что его нельзя фаршировать, его можно фаршировать. И в фаршировке он гораздо, гораздо интереснее, чем привычные нам формы сладкого перца. Бывает вытянутая форма, а бывает немножечко как и приплюснутая, но не совсем гагашары. Но мы все равно говорим, загагашарился. Почему такое бывает? Я, например, не знаю. Очень похожий на него перчик, только желтый. И называется, тоже условное название, называем мы его кулон желтый. Он очень интересный. Он еще более толстостенный. Он более крупный. Уже у него вес там начинается от 200 грамм. То есть это более такой увесистый, более крупный перчик. Кусты также небольшие, чуть повыше кулона красного. Но не просто увешанные плодами. А вот зрелище просто потрясающее. И собрать с одного куста пятилитровое ведерко, это не проблема. Это так оно и есть на самом деле. Это познеспелые сорта. Их можно собрать в технической спелости. И они достаточно хорошо лежат. Особенно кулон желтый. Толщина стенки, видите, какая большая. Вот посмотрите на свой мизинчик. Представляете, вот такая толщина стенки у этого прекрасного сорта. Леся, это такая красавица. Это такой интересный сорт, веселый. Просто усыпной, тоже небольшие кусты. Он раннеспелый. Если те познеспелые, то и этот перчик еще и раннеспелый. В этом-то его и ценность. Растет хорошо вообще по всей территории нашей страны и в Сибири. Очень хорошие отзывы от его посадки. Сладкий, классный, достаточно толстенький. Самый замечательный. Полоничка чудо. Вот еще одно чудо на нашем участке, которое, как и предыдущие сорта, тоже абсолютно неприхотливый. И сам растет. И имеет просто огромные плоды. Вот посмотрите в ведерке, в таком 20-литровом, как выглядит размер этого прекрасного сорта. И что самое интересное, этот сорт, полоничка чудо, считается лучшим для приготовления лечи. Плоды крупные. Плодов очень много. В биологической спелости такие насыщенно-красные, даже вот с немножко фиолетовым оттенком. Размер. Если взять листик А4, да, и в длину, положить вот примерно вот такого размера. И все как на подбор. Мелких не бывает. Собирать такое чудо одно удовольствие. И не просто удовольствие, а еще, знаете, такая внутренняя гордость. А я это вырастил сам. Все эти сорта подходят для дачников, скажем так, выходного дня. То есть, они не особо требовательны в уходе. Они не поражаются, ну, я не видела вершинной гнилью и различными другими заболеваниями. И еще их самое интересное свойство. С них можно собирать семена. И всегда быть со своими семенами таких прекрасных, замечательных перцев. Больших вам и хороших урожаев! Продолжение следует...